Всем привет! Дела в Амазон с их кольцами власти становятся, кажется, все хуже и хуже. Ведь после того, как недавний второй по счету тизер трейлера их шоу был принят с немного меньшим скептицизмом, главный финальный развернутый трейлер опять погрузился в пучину дизлайков, когда на одного человека из тех, кому шоу понравилось, пришлось 4 тех, кто забросал его гнилыми помидорами. Ну а самой главной претензией совершенно всех к создателям сериала является то, что за ширмой почтения и уважения к Толкину и его наследию на самом деле эти ребята плевать хотели на первоисточник, одержимые современной повесткой и втягиванием фэнтезийной вселенной в современную политическую тягомотину. Как ни прискорбно, но и выходящие промо, и главное все новые и новые откровения шоураннеров колец власти вместе с актерами лишь это подтверждают, что только усугубляет ожесточенное противостояние киноделов и публики, принимающие все более угрожающие обороты. Когда Амазон и шоураннеров уже массово открыто обвиняют во лжи и предательстве, ни много ни мало, кроме того, на фоне колец власти разгорелся недавно и еще один скандал, затронувший также книги Толкина. Толкин и стоит и вообще, кажется, всех, кто сейчас занимается наследием писателя. Ну а благодаря неосторожной оговорке одного из шоураннеров, мы узнали настоящие планы Амазон на будущее, и они многих шокировали. Давайте же прямо сейчас во всем этом разбираться. Ну что же, Амазон изо всех сил старается исправить свою крайне неудачную промо-компанию, с которой они начали продвижение колец власти, но пока что у этих ребят, честно говоря, получается не слишком хорошо. Как минимум потому, что, как мы уже упоминали выше, соотношение под их Комик-кон трейлером оказалось 4 к 1 не в пользу детище Амазон. Сейчас же перед нашими глазами и вовсе за месяц до выхода первой серии «Колец власти» разворачивается настоящее сражение условной аудитории, где не только миллионы зрителей, но и многие блогеры, журналисты и знатоки Толкина, с одной стороны, с другой же противостоят им Амазон, а под крылом компании шоураннеры, каст, в общем, люди, причастные к созданию сериала-приквела, пытаясь доказать свою правоту. Хотя, знаете, нужно сказать, что кто бы что ни доказывал, сам факт такой вражды крайне неблагоприятен для «Колец власти», когда еще до выхода сериала десятки миллионов людей уже уверены, что их попросту предали, как и наследие Толкина и его книги. Многие прямо пишут, что не будут вообще смотреть новинку Амазон, вместо этого отдав предпочтение очередному просмотру трилогии Джексона, ну или старым добрым книгам Толкина. И в этом есть смысл, вот только многие уже перечитали наследие профессора вдоль и поперек, как и книги Мартина и вообще горы фэнтезийной литературы, так что сейчас находятся в растерянности, не зная, где найти достойную пищу для ума. Что же, я вам подскажу. Хочу порекомендовать вам недавно вышедшую книгу «Да здравствует король» Василия Грозного. Эта фэнтези-эпопея по эпичности и стилистике может сравниться с такими ветеранами жанра, как «Песни льда и огня», «Ведьмак» или как раз «Властелин колец», о котором мы сегодня говорим. Авторы сам не скрывают, что в их работе много схожего, а впрочем, отличительными чертами данной книги является как минимум ее гигантский объем, который ни много ни мало составляет почти 900 страниц. Количество ключевых героев тоже впечатляет, их тут более 30, множество иллюстраций, славянский и европейский фольклор и многое другое. Хитросплетения сюжета действительно поражают, темы, затронутые автором, волнуют, а судьбы героев иной раз заставляют опечалиться на самом деле. Так что, да здравствует король, отличный вариант. Для тех, кто соскучился по настоящему эпичному фэнтези, жмите на ссылки в описании и погружайтесь в этот удивительный мир прямо сейчас. Так вот, что касается нарастающего противостояния авторов «Колец власти» и зрителей. Поклонники Толкина недвусмысленно дали понять, что крайне обеспокоены тем, что шоу будет внедрять современную актуальную повестку вместо реальных произведений писателя. Недавно дошло уже до прямых обвинений. В атаку пошли англоязычные блогеры. Например, ютубер JustSomeGuy не согласился с кастингом шоу, заявив, что суть рассказов Толкина в том, чтобы быть английскими по виду и смыслу. И Средиземье отражает это в своей культуре, языках и внешнем виде своих рас. Измените это, убрать английскость или даже белизну из рассказов Толкина, значит подорвать саму цель его произведений. И тут хочется спросить, вы вообще слышите эти слова? А теперь просто поймите, что англоязычная среда вообще-то не прощает сейчас таких вот заявочек о том, что кто-то посмел убрать белизну персонажей. То есть представьте, насколько Амазон довели зрителей до ручки, чтобы решиться на такие вот манифесты. Но это не все. Ютуберы с канала Единое Кольцо недавно наехали на Галадриэль и Мириэль. Амазон активно меняет работу Толкина, чтобы отразить мировоззрение, которое они хотят создать, а не то, что создал Толкин, говорят они. Они считают, что их мировоззрение на самом деле лучше, чем у Толкина, хотя мировоззрение писателя было Средиземьем. Его мировоззрение не должно было быть политическим активатором. Это не должно было оказаться чем-то, на что повлияло время. Он написал Средиземье из любви к написанию Средиземья, из любви к мифологии, из любви к языку. То есть вы понимаете суть претензий. А что же на них отвечают авторы и участники шоу? О, их риторика более чем интересная. Ведь, как пишет издание Bounding in the Comics, заявления актеров подтверждают, что шоу направлено на то, чтобы стереть работы Толкина ради современности. Актеры Властелина Колец Кольца Власти полностью убрали все, что могло быть создано для данного сериала, чтобы он соответствовал литературному творчеству Толкина. Вместо этого они совершенно ясно дали понять, что шоу посвящено современности, несмотря на работы писателя и его явную критику. Вот как описывают ситуацию авторы данной статьи. А дальше приводят недвусмысленные цитаты самих актеров. Например, Исмаэль Круз Кордоба, который играет нашего любимчика, вымышленного черного эльфа Арандира, говорит такое. «Осознание разнообразия в оригинальном исходном материале Толкина выросло, кинематографический мир, созданный Питером Джексоном, имеет огромную ценность, но с тех пор мы сменили акценты. Сейчас разговор другой, но возвращаясь к исходному материалу, мир разнообразия не только в расах, но и в мыслях. Это разнообразная смесь, и теперь мы просто добавляем людей из разных слоев общества, говорит Кордоба». Ну то есть, нифига не понятно, кроме того, что Джексон лошара, а разнообразие рулит несмотря ни на что. Многообещающе, согласитесь, но идем дальше. Синтия Аддай-Робинсон, которая играет Мириэль, также заявила, цитирую, «Этот актерский состав действительно глобальный. У каждого есть своя система взглядов с точки зрения своей культуры, своего наследия, того, что это значит для них, их языка. Части истории, которую мы пытаемся рассказать, заключается она в том, что люди разных рас собираются вместе, чтобы победить общего врага. Заявила актриса. Вы пытаетесь посмотреть на это через призму современности, а мир глобален, и теперь люди ожидают увидеть такой мир глобально представленным на экране. Итого еще одна монетка в копилочку хейта «Колец власти», ведь пока шоураннеры убеждают нас, что они тут исключительно про Толкина, и никакие современные заморочки ни при чем, их же актеры говорят об обратном. А если вы не в курсе, то шоураннеры действительно обещали, что типа повестка тут будет не при делах. Как минимум, один из них, Патрик Маккей, заявил, что шоу стремится быть вечным, сравнивая его с оригинальными произведениями Толкина. «Это был один из пунктов дискуссии Толкина», — говорит Маккей. «Было очень важно, чтобы то, что он создал, не было аллегорией. Он не комментировал исторические события своего времени или другого времени. Он не пытался передать сообщения, обращенные к современной политике. Он хотел создать миф, который был вневременным и применимым во все времена». «И вот, по словам шоураннера, они пытаются быть верными этому стремлению, поскольку они не хотят адаптировать материал таким образом, чтобы он мог показаться устаревшим. Мы стремимся быть вне времени», — заявил Маккей. Ну вот как-то не верится в его слова. Достаточно глянуть выпущенные промо или послушать хотя бы исполнительного продюсера сериала Линдси Вебер, которая сказала еще в феврале, «Нам казалось естественным, что адаптация произведений Толкина будет отражать то, как на самом деле выглядит мир сейчас». Она объяснила «Толкин для всех», — его рассказы о его вымышленных расах, которые лучше всего работают, когда покидают изоляцию своих собственных культур и объединяются. Что само по себе звучит, конечно, абсурдно и никак не вяжется с наследием книг, как по мне, но, видимо, у авторов «Колец власти» свое собственное мнение, а на остальное им наплевать. Потому-то сейчас страсти так накаляются, а зрители будущего сериала поляризированы до предела. Достаточно еще немного поцитировать парней из «Единого кольца», которые говорят, скажем, что Галадриэль и Эмириэль берут на себя эти роли в трейлерах, которых они никогда не играли ни в одной из работ Толкина, а причина, по которой они это делают — продвигать современный феминизм. Ну и так далее. На самом деле здесь можно еще долго цитировать каждую из сторон, суть, вы, думаю, уловили. Причем противостояние пошло даже дальше и уже вылилось на новые издания Толкина, приведя к очередному скандалу. Дело в том, что недавно фаны создали петицию, адресованную HarperCollins, Amazon и Tolkien Estate, с требованием прекратить продажу книг писателя «Властелин колец» с обложками из грядущего сериала Prime Video «Кольца власти». Ведь HarperCollins представили такие обложки еще в начале июля, и такой ход вызвал крайне негативную реакцию у людей. Поклонники «Властелина колец» высмеяли оба новых издания, а один из пользователей в твиттере описал это как бактерии, прикрепляющиеся к здоровым тканям. Или вот еще один твит. Amazon снова в опасности наклеивают свои фальшивые фанфики на настоящие произведения Толкина. Ну то есть вы можете себе представить уровень неприятия, если уже до выхода сериала публика даже не хочет видеть постеры данного шоу на книгах Толкина, считая, что первые оскверняют последних. Что и говорить, Amazon сейчас не позавидуешь, но, кстати, новость, которая также потрясла многих, что, оказывается, права и планы стримера могут, и, скорее всего, даже пойдут гораздо дальше, чем мы думаем сейчас. Об этом мы узнали недавно из откровений шоураннера Джей Ди Пейна, который подтвердил журналу Total Film, что Prime Video рассматривали идею создания сериала о молодом Арагорне и много других историй Средиземья. Когда мы впервые приступили к работе, нам сказали, что есть буквально десятки других людей, которые также бросают свою шляпу на ринг, и каждый приходит с разными вещами, говорит Пейн. Amazon купила права на трилогию, приложение и Хоббита. Они сказали, что поле широко открыто, можно рассказывать любую историю из данного материала. Итак, у нас были люди, продвигающие шоу «Молодой Арагорн», спин-офф Гимли и многое другое. Данное признание, конечно, шокировало многих, ведь получается, что руки у Amazon развязаны и сейчас. То есть Prime Video имеет в запасе больше произведений Толкина для работы, чем считалось ранее, а следовательно, все еще впереди. Ну а Amazon с их колоссальными деньгами, заплаченными за права, вряд ли остановится на одних только кольцах власти и оставит без внимания другие, более знакомые нам темы. Отчего многие фанаты уже в ужасе. Что ж, раньше времени бить тревогу, конечно, не стоит. Посмотрим, чем все обернется и будем на сегодня заканчивать. Пишите ваши комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!